Еще раз день добрый, дамы и господа. Дамы и господа. Ребят, почему не переключаются? Одну минуточку, первая презентация. Все, дамы и господа, куда накладывать? Давайте отнесемся, здесь собрались ортопеды, вообще междисциплинарный такой большой серьезный конгресс. Ортопедия – это искусство. Можно много долго обсуждать, что мы делаем, как делаем. Но позвольте себе утверждать и соглашаться с Николаем Анри, что ортопедия – это искусство. Искусство воспитывать ребенка. Ортопедия произошла от реческих корней. Прямой, правильный и, обратите внимание, воспитание и ребенка. Можно здесь объединить и сказать, что это воспитанник. Это раздел клинической медицины, изучающий профилактику, диагностику и лечение нарушения опорно-двигательного аппарата. К числу самых проблемных заболеваний и поражения опорно-двигательного аппарата относится идиопатический сколиоз. Попробую это аргументировать и показать вам нашу почку зрения. Но сразу в конце, внизу слайда, очень четко отведено грампу, что залог успеха в решении этой огромнейшей проблемы в междисциплинарном сотрудничестве. Я думаю, что вот как раз тема нашего симпозиума, программа наша, как раз и нацелена на междисциплинарное сотрудничество. Сколиоз – это расплата за прямохождение. Сколиоз, деформация позвоночного столба, она является тем крестом, который несет человечество, потому что она встала на свои прямые ноги. О том, что есть деформация позвоночного столба, упоминается еще в древних египетских папирусах. Первый, кто описал, дал научную картину сколиоза, это был Гиппократ. Он написал треническую картину, но он очень четко отметил, что это процесс. Название сколиозу дал Клавдий Гален или Клариссимус Гален. Но слово «идиопатический» принадлежит Армитажу Виттману, который буквально был только в конце 19-го, начале 20-го века. Лечение сколиоза всегда вызывало интерес и всегда вызывало повышенную реакцию со стороны врачей. Во времена Гиппократа в средние века начали кокситирование. Я думаю, что в рамках нашей сессии здесь будут выступать люди, имеющие огромнейший опыт применения корсетов до сегодняшнего дня. Но, к сожалению, 20-й век, это век довольно активной хирургии, это век войн, войны, это эпидемия, это развитие хирургии. Но, тем не менее, на сегодняшний день, вот, бытует, превалирует точка зрения, что альтернативы хирургическому лечению сколиоза нет. Но, с другой стороны, позволю высказать свою точку зрения на этот счет. А не теряем ли мы время, не воспитываем ли мы, не выращиваем ли мы показания к хирургическому лечению? Наверное, надо делать все, чтобы не допустить до такого состояния. Итак, сколиоз, факты, парадоксиально отдерживающие результаты. Что такое сколиоз? Думаю, что всех у вас вызовет улыбку этот слайд. Но, сколько бы ни спросить специалистов, ни спрашивать специалистов, в этом случае всегда мы будем иметь самые разные точки зрения. Это слепцы, которые изучают слона. Сколиоз, первый парадокс, он полиидеологичен, но при этом он моноформен. В конце концов, это трехлоскостная деформация позвоночного столба. Самые разные теологии, но они заканчиваются одним. Всего лишь трехлоскостной деформации позвоночного столба. Эволюция. Вот где самая большая проблема идиопатического сколиоза. Это его прогрессирование. Но может ли он всегда прогрессировать? Наверное, нет. Но единственный бесспорный факт, который в теории практики сколиоза, это связь его с процессом ростом. Вот, если объединить немножко, так сказать, основные парадоксы идиопатического сколиоза. Известен с античных времен, но частота его не меняется уже на протяжении многих тысячелетий. Он моноформен, но полиидеологичен. Это трехлоскостная деформация позвоночного столба при самых разных заболеваниях. Но при этом заболевание это или состояние. Позволю высказать еще одну парадоксальную мысль. Это самое изучаемое нарушение опорно-двигательного аппарата. И при этом 80% всех сколиозов. Всех сколиозов. Это идиопатические сколиозы. То есть сколиозы сами по себе. Прогрессирование сколиозов, которое самое грозное черта, всего лишь у 25% детей в этих случаях. С другой стороны, 25% детей со сколиозами. Сколиозы в 25% случаев никогда не прогрессируют. Лечение. На сегодняшний день лечение все симптоматическое. Что консервативное, что хирургическое. Консервативное, длительное, но нет гарантии. А и хирургическое, эффектное, но 100% инвалидизация после вмешательства. Патогенез. Патогенез имеется только один бесспорный факт. Это связь его с процессом роста. Он и самая изучаемая проблема опорно-двигательного аппарата. На сегодняшний день установлено огромное число звеньев патогенеза идиопатического сколиоза. От шишковидной железы, синтезирующей мелатонин, до тел позвонков, до костной ткани. По большому счету, я могу представить это в виде пазла. Загадка пазла. И вот из деталей пазла нужно собрать свою картинку. Оказалось, что сколиозы не все одинаковые. Сколиозы бывают лордосколиозы. Это сколиоз девочек высоких, длинноногих, красивых. Это лордосколиозы. Но есть сколиозы еще и кифосколиозы. Это другая трехплоскостная деформация. Это сколиозы мальчиков. Сколиозы, когда выражен кифотический компонент. Дифференциальная диагностическая таблица вот этих двух видов сколиозов. Но особенность кифосколиоза в том, что он никогда не прогрессирует. Сколиоз – это компенсаторный. На основании всего этого в нашем центре, в российской нашей ортопедии, в городе Санкт-Петербурге, мы позволяем себе утверждать, что сколиоз – это компенсаторная реакция организма на несопряженный продольный рост спинного мозга и его костного футляра. Если недостаточность костного футляра развивается кифосколиоз, если избыток костного футляра развивается лордосколиоз, дифференциальным диагностическим признаком является направление патологической ротации. Конвекс-сайт ротейшн или конкейв-сайт ротейшн. Стандартная и линия стандартная. Помогли нам разобраться в этом вопросе такой принцип Шеррингтона. Принцип Шеррингтона звучит, что чтобы какой бы процесс ни происходил в руководящих директивных системах, конечный ответ будет в самой единственной, последней, но всегда одинаковой точке. Нейрофизиолог Чарльз Шеррингтон, Нобелевский луля 32-го года, сказал, что это мотонейрон спинного мозга. Это можно сравнить с цепной реакцией, но только наоборот. Цепная реакция начинается от одного разрушающегося атома, а сколиоз это наоборот. От множества причин идет к одной компенсаторной реакции. Позвоночный столб, сейчас аргументирую нашу позицию. Позвоночный столб это сложный анатомо-физиологический комплекс, который включает в себя две ткани. Мезодермальный позвоночный столб и эктодермальный спинной мозг. Когда происходит нарушение сопряженности роста, сейчас речь идет о типичном сколиозе, о диэсколиозе с типичным лордосколиозе. Первое, что происходит, это использование физиологического резерва, который заложен в физиологический изгиб. То есть в физиологический кифоз, постараюсь сейчас медленнее говорить, физиологический грудной кифоз. Происходит в этом случае лордозирование. Появляется тот самый признак, который ортопеды знают, блестяще прекрасно знают, но они не любят. Эту плоскую спину, флэтбэк, который всегда вызывает разрушение. Но где место этого флэтбэка? Нам удалось, нам улыбнулась удача и нам удалось найти это место. Второй этап компенсации различия в длинных спинного мозга и костного позвоночного столба, это законы биомеханики, законы, которые сводятся к тому, что происходит скручивание длинного отдела, то есть колонны несущей, колонны из тел позвонков вокруг оси, вокруг спинного мозга. Поворачивается весь позвоночный столб, но обратите внимание, в этом случае поворачивается и смещается, происходит десинхронизация, нарушается параллельность тазового и плечевого поясов. Это вызывает уже реакцию второго типа, возвращение плечевого пояса в среднее положение. И в том и в другом случае работают мышцы спины, мышцы ротаторы, мышцы мультифидио, мышцы семиспинальной мышцы, полуостистые мышцы. В результате такой деторсии, сначала торсия, а потом деторсии, уже возникает функциональная дуга. Следующий этап очень прост. Это закон Ютера Фолькмана. Уже причину несопряженности не играет никакой роли. В этом случае развивается глядновидность и развивается порочный круг. Ян Сток в свое время очень внимательно передавал этому значение и говорил, что скорость порочный круг, но у него не было информации о предыдущих доклинических этапах. Поэтому вот среди этих деталей пазла возникает такая, образуется эта картина. Мы можем просматривать картину патогенеза, чтобы она была поясней. Вот она такая яркая картина. Мы настаиваем, что существует три этапа в развитии сколиоза. Первый доклинический этап развития сколиоза. Это этап профилактики. Вот мы впервые здесь позволяем себе говорить, впервые в мире, говорить о профилактике идиопатического сколиоза как такового. Профилактики не прогрессирования, а именно сколиоза. Второй этап, второй столбик. Это этап патогенетического лечения, когда сколиоз уже состоялся. Здесь главная цель, задача, спасибо. Главная задача, это остановить прогрессирующее течение. И, наконец, третий этап развития сколиоза, этап порочного круга. Это самоподдерживающийся процесс. И здесь, в этом моменте, уже надо все силы бросать на то, чтобы остановить рост. Потому что рост является тем движущим механизмом в развитии самоподдерживающей реакции. Итак, мы настаиваем, что все сколиозы относятся к группам гормональным, спинальным и центральным. Это три основных причины, которые могут привести к несопряженности продольного роста спинного мозга и костного позвоночного футляра. Этот конфликт и будет, в ответ на этот конфликт, и будет тот сколиоз, который проявляется как трехплоскостная деформация. Я покажу очень короткий фильм, как это происходит у человека. Это расплата за прямохождение. И все это описывается математическими формулами. Сейчас в вашем моменте представляется математическая модель позвоночного столба, ну, которая делал такого виртуального человека. Прямоходящий человек имеет непарный орган, позвоночный столб. Позвоночный столб – это сложный анатомно-физиологический комплекс, включающий в себя козный позвоночный столб, обслуживающий его мышцы и спинной мозг. Рост позвоночного столба в высоту – обычное явление. Это происходит ежедневно. Ночью ребенок растет, днем несколько уменьшается. Идет коррекция ночного большого толчка. Но если этот процесс будет безудержным, по самым разным причинам, разной причины, нарушается равновесие человека. Он должен упасть. Но вертикальное хождение человека не позволяет, там наступают другие механизмы, которые могут быть реализованы у четвероногих при четырех баллах оконечности. Вот бесконечный, беспредельный избыток роста костной ткани. И больше ничего. Никаких нарушений не происходит. У человека наблюдается обратно другой механизм, совершенно другой из-за его вертикального положения, который описывается математическими формулами, который связывает между собой коэффициент Е, коэффициент К, но здесь везде присутствует длина Л и длина С. А также размер передней, задней размер позвоночного столба и угол поворота ФИ. Если ортопедию мы начинаем проверять математикой, значит, это очень серьезная вещь. Первый этап. Повышение электроактивности мышц в поясничном отделе. Происходит скручивание, когда уже исчерпан физиологический резерв грудного кифоза, скручивание всего позвоночного столба. Но в результате образуется несоосность нарушения параллельности фронтальных осей плечевого и тазового пояса. В это время начинают работать мышцы-ротаторы. Те же ротаторы, но с противоположной стороны. Это дает объяснение феномену высокой электроактивности мышц на вершине дуги. И происходит возвращение плечевого пояса в среднее положение. А дальше третий этап. Безудержный рост костной ткани. Закон Лютера Фолькмана происходит деформирование позвоночного столба. Вот на этом моменте как раз образование рёберного горба даже была такая маленькая дискуссия с молодыми студентами, которые решали эту задачу, студенты математики, которые решали эту задачу. И они очень удивляют, почему происходит такое деформирование рёберного горба. Это все наши материалы, которые есть. Они сейчас представлены в трёх монографиях 9, 11 и 13 годов, с которыми сейчас уже доступны нашему читателю. Последние буквально неделю назад. Итак, такая позиция позволяет нам сегодня впервые озвучивать вопрос, проблему профилактика идиопатического сколиоза как такового. Мечта это или реальность? Что такое профилактика? Это совокупность действий, предупредительных мероприятий, направленных на сохранение или укрепление порядка. В вопросах сколиоза, в вопросах сколиоза, профилактика в Российской Федерации, в России уходит корнями Фёдору Фёдоровичу Эрисману. Фридрих Хилдрих Эрисман. В Швейцарии, родился в Швейцарии, работал в России, создател школы единистов. Вот основные его принципы. Надо научить ребёнка правильно сидеть в школе. Позволим себе утверждать, и в нашей позиции уже находит всё большее подтверждение, что сколиоз появляется у ребёнка не потому, что он криво сидит в школе, неправильно сидит в школе. Он садится неправильно в школе, потому что у него начался сколиоз. Заменитая парта Эрисмана. Что такое профилактика? Профилактика должна базироваться на первом столбе. Это знание и теология патогенеза, это ранняя диагностика первых симптомов и адекватные методы курации. Что мы знаем в отношении патогенеза? Вот сейчас наша позиция, которую я только что озвучил, позволяет видеть все три этапа образования трёхплоскостной деформации. Это плоская спина, торси и туловище, которые хорошо диагностируются с помощью современных, даже оптических методов диагностики. И в Российской Федерации имеется великолепная установка метод, с которой я её не рекламирую, но она великолепно даёт ту самую информацию, которая нужна, чтобы понять, есть торси или нет. И, наконец, возвращение плечёвого пояса в среднее положение уже образует трёхплоскостную деформацию. Скрёз есть, трёхплоскостная деформация есть. Чтобы проверить это явление, значит, позволительно было полагать, можно было полагать, что в начальном этапе, на первом этапе развития сколиозы, сейчас я вернусь к предыдущему слайду, на первом этапе, вот на первом этапе развития сколиозы, он должен ещё иметь свободу для принятия решения, если так можно выразиться, куда идти, в сколиозное состояние или не сколиозное состояние. Вдалеко от Санкт-Петербурга, в городе Перми, было взято под контроль, чтобы не было авторского такого влияния, под контроль 500 детей. Их посмотрели в мае... Ой, извиняюсь. Их посмотрели в мае 2010 года, в мае 2011 года и в декабре 2011 года. Общая статистика, таблица плохо читаемая, но общая статистика показала, что особых изменений происходит. Это одна из ошибок, которые бывают при массовых осмотрах. Особых изменений нет. Цифры одинаковые, мальчики, девочки, те или иные симптомы проявляются практически с одинаковой частотой. Но когда персонифицировали каждого ребенка в мае от 10, в мае 11 и в декабре 2012 года, обратите внимание, как дети гуляли из одной группы в другую. С легкой выраженной симптоматикой попадали в более тяжелую симптоматику. Это красные стрелки. Дети, у которых не произошло никаких изменений, желтые стрелки оставались в тех же нашей группе. Но обратите внимание на зеленые стрелки. Когда они из более тяжелого состояния, с более тяжелой симптоматикой, попадали в группы более легких. Вплоть до того, что при начальной выраженности при появлении деформации, казалось, вот седьмая группа, седьмая группа, это уже все близники трехплоскостной деформации, они попадали практически в здоровье детей. Вот они, зелененькие стрелочки, которые замечательно показывали существенные улучшения. Значит, наша позиция по патогенезу оказывается правильная. Ранняя диагностика. На сегодняшний день в мире огромное количество инструментальных методов исследования. Поэтому очень сложно, да и порой, разобраться, что же делать. Мы считаем, что для диагностики ранних форм сколиоза достаточно иметь квалифицированных врачей, компьютерная оптическая топография, форметрик применяется в Европе, у нас метаз, в России применяется метод метаз, разработанная в Новосибирске. Дальше электромиография, позволяющая верифицировать направление, активность состояния параллельных мышц. Определение остеотропного гормонального профиля, которые отвечают за рост костной ткани. И определение нейропептидов. Это вообще новое слово в работе, в информации, которую мы получаем о сколиозе. Нейропептид, это факторы постной асимметрии, позволяющие достаточно уверенно прогнозировать самые ранние, еще до клинические стадии развития сколиоза. Итак, ранняя диагностика у нас тоже оказывается в руках. В таком случае, у нас остаются мишени, куда мы должны стрелять, в кавычках стрелять. Поэтому мы видим костный и позвоночный стоп, спинной мозг, два главных действующих лица в развитии сколиоза, головной мозг, который является управляющим, и, наконец, мышцы, которые стоят на последнем месте, только нужно с ними очень умно работать. Итак, у нас образуется группа патогенетических методов лечения. В этом случае, лечи основные методы ЛКК, массаж, дыхательная, гимнастика, они становятся фоновыми. А патогенетические методы, это коррекция уровней гормонов, коррекция функций головного мозга и так далее. Корсетирование по Шино, которое сейчас очень широко применяется, мы относимся к нему не как к лечебному способу. Это, скорее, наш помощник, корсет Шино, который позволяет противостоять развитию и реализации закона Гютера Фолькмана. Поэтому, вот он находится вроде бы и фоновое положение, но, с другой стороны, имеет и стороны патогенетическую патогенетическую сторону. На той стороне слайда, на правой стороне слайда, это патогенетические методы, которые управление ростом позвоночного столба. Итак, мы получили три опоры для профилактики, поэтому позволяем себе утверждать, что профилактика сколиоза это задача сегодня вполне реальная. Привожу маленький пример, как с помощью абсолютно консервативных, неизвазивных методов управления ростом костной ткани, с помощью, в частности, магнитной пульсной стимуляции, мы приводим к неинвазивному эпифизиадезу в телах позвонков. Мы можем сказать, сколиоз остановится, но, с другой стороны, это можем использовать и на самых ранних этапах на до- и субклинической стадии развития заболевания. Мы солидарны с профессорами Михайловским и Комичевым, это выдающиеся вертогрологи, наши российские вертогрологи, что придет время, когда мы прогрессирующие формы сколиоза будем лечить без операции, намного раньше, на глубоком понимании идеологии патогенеза. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.